В эту субботу и воскресенье в Махачкале проходит сельскохозяйственная ярмарка. Организована она Минсельхозом Дагестана при содействии столичной администрации. Площадка развернута на улице Пушкина рядом со зданием Аварского театра. О том, какая продукция представлена на ярмарке, в сюжете Патимат Канаповой. Основная цель таких ярмарок – это снижение цен. Стоимость продуктов здесь заметно ниже, чем в иных точках торговли. Кроме того, продукция еще и экологически чистая. Товар представлен от сельхозпроизводителей из районов Дагестана. Они и ручаются за эти показатели. Цены горожанам, городским нашим, очень доступные. 280 рублей баранина, тарцина, говядина, молоко 50 рублей за литр и сыр по 280 рублей. Сейчас самый сезон саженцев покупать, посадить. На всех есть бирки, бычье сердце. Жители и гости города могут приобрести здесь мясную и молочную продукцию, овощи, фрукты, мед, рыбу, сухофрукты и многое другое. Ярмарка хорошая, продукты хорошие, цены нормальные устраивают. Много чего взяла я, да, всем довольна. Мы, наоборот, радуемся. Хоть часто было бы, еще хорошо было бы. Все нормально. Кому чего нужно, все есть. Еще одна цель таких ярмарок – это вывод наших производителей напрямую, минуя цепочки посредников на торговые сети. Все это для того, чтобы горожане смогли приобрести продукты без большой наценки. Например, уже прорабатывается вопрос возможности поставок капусты из Дербенского района. Наш аграрий готовый город снабжать дешевой и хорошей качественной продукцией. Цены здесь от 10 до 25 процентов ниже, чем на рынке или в сетях. Поэтому цель этой ярмарки – дать горожанам дешевый, хороший, качественный продукт. Все мы видим, что цены, к сожалению, в сетях и на рынке растут по зависящим от нас причинам и по субъективным, по объективным причинам. Подобные ярмарки планируется провести и в конце следующей недели. Проводятся они с соблюдением всех санитарных и эпидемиологических норм. Отпытим, что ярмарки также проходят в парке имени 50-летия Октября на проспекте Имама Шамиля, а также в городе Буйнакске и в Пизелюрте. Патимат Ханапова, Дауд Гасанов, Новости ННТ, Махачкала.